всем привет вы на канале шеф гейс меня зовут олег а это продолжение sky римом я обзавелся светом свечи теперь у меня летает такой вот жучок боровичок еще у меня теперь есть полная стальная броня прокачанная в качество ну насколько есть возможность денежки потратил я здесь вайт раним поэтому вспомнил я про про некие предметы как карта сокровищ которую я еще не забирал это возле форта да значит форте я получил карту с сокровищами и озерцо помню такое пойдем поищем пойдем поищем почему бы и нет сейчас мы сразу переместимся и попробуем найти попробуем найти этот так где я был факельная шахта ай привервуд а где а вот он сюда где я мучился в прошлых сериях заголоварем бандитов так мне надо обойти судя по карте мне надо обойти крепость вокруг и идти по левую сторону от если там появились снова братва я с ними больше не хочу иметь дел мне надо обойти озеро и идти вот куда-то туда так озеро вижу погнали вот какая-то тропа тут есть так давай-ка чтобы нам было повеселее об погнали зайка так тут у нас опа золотая жила это я на обратном пути соберу обязательно что-то я не понял а прохода то дальше нет а прохода то нет есть или нет так ну-ка еще разочек карту посмотрим по идее по идее я иду правильно так вдоль озером здесь я не знаю есть куда-то проход нет мне кажется нет а тут чё оба сундучило так серебряный слиток еще два янтаря я пока янтарь никого не девай я не знаю что с ним делать потом серебряное ожерелье но это еще не все я думаю это не я думаю это точно еще не то мне надо идти дальше что мне еще за за озеро нужно будет пройти так по идее туда наверх так ну ка предметы карта ну слушай ну логично очень очень схематично вот прям очень схематично и мне непонятно где же куда еще над как-то подняться что-то непонятно вот тебе и карта сокровище а это чё ничего так включим-ка мы обычную карту а как л блин очень непонятно вот прям от слова совсем не знаю ребят не знаю где искать клад ну придется мне вот эти все окрестности обыскать в любом случае я сундучок один собрал это уже хорошо вы не можете идти вот сторону да хорош как это вы не можете идти в эту сторону там что конец карты что ли очень странно очень ну туда я явно не смогу так вот озеро так так по идее вот слушай тот наверно сундук и был по идее тот сундук и был потому что я озеро уже обошел посмотрим еще разочек предметы карта так очень интересно теперь я смотрю на озеро получается да это тот самый сундук и есть потому что вот озеро вот оно по прямой и было ой 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 но по прямой и было как-то так а тут что да ничего вот по прямой и вот я поднимаюсь здесь и скорее всего да все четко это он и есть значит клад найден больше тут ничего нет интересного нет значит идем добываем золотую руду ну туда явно выше наверно не стоит как-то забираться посмотрел посмотрел больше я ничего не нашел в общем да золотая руда рудная жила истощена а чё так мало а чё так мало а я хочу еще да как-то маловато и это жила тоже очень маленькая была а больше тут реально нету да получается больше нету а жаль золотишко это хорошо на них можно денежку хорошо поднять туда нет смысла лезть тут здесь тоже больше ничего нету не вижу я не вижу больше ничигом все уходим а это че да ребятки то стакнули заново все уходим обратно вайтран и у меня там просто целая куча заданий просто тьма так что тут с этой я хочешь чего прикупить клинки шлемы практически нет задания у нее нету я у них поучился деньжек у меня нету и есть у меня задание отнести меч сначала несем меч и не хочешь податься в наемники да конечно собираю тут всякую вся чину пригодится потом для зелень прокачать тоже не помешает он сколько дай так идем мы в драконий предел говорят стражи рассвета возрождается охотники на вампировку решили рыбоньки наверно там появились кстати а есть че ну-ка мысль а чё я не могу нырнуть то раньше можно было нырнуть забрать рыбок что очень странно ладно драконий предел драконий предел красота а вот здесь можно было да да здесь можно было поплавать каких-то рыбок тут собрать лосося ночью всякая фигня идем пока что по главному сюжету ну плюс минус очень такой там был да заходи то есть мне дали не хочешь поохотиться держись подальше от наголовного провала дали мне так у меня новости меня новости из хелгена нападение дракона понятно почему страшно тебя пропустила идем я хочет лично поговорить с тобой давай погоди пока а значит из болезнь нападение на хелген засранцам действительно был дракон да довелось насладиться зрелищем пока имперцы пытались казнить меня хелген уничтожен дракон сжег его дотла потом полетел в сторону вайтрана имперцы как раз собирались казнить ульфрика когда напал дракон да давай вот конечно ульфрик как-то с этим связан что скажешь теперь про вентус по-прежнему будем надеяться что стены защитят нас от любой беды даже от дракона мой господин нам не медленно следует послать войска в ривервуд если этот дракон прячется в горах они страшные опасности он решит что мы переметнулись к ульфрику и пошли на него войной довольны нам не следует я не намерен сидеть сложа руки пока там все шопы и в водении и убивает моих людей арилет немедленно на брак отряд в ривервуд да мой я прошу меня простить я вернусь к своим обязанностям это будет лучше всего молодец весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня вайтран у тебя в долгу и я этого не забуду вот имею этот скромный дар в знак мои признать стали на кое чем можешь мне помочь ветреный годятся наверное твои особые дарования идем то блин фарингара моего придворного чародея он занимается вопросами связанными с драконами и слухами о драконах что-то тихо как-то так а куда ты умчал то и алё фарингар я нашел кое-кого кто поможет тебе с изучением драконов давай расскажи ей все подробности так ярл думает что ты мне пригодишься о да он должно быть имел в виду мое исследование драконов да мне нужна помощь чтобы кое-что добыть ну когда я говорю добыть я имею в виду полезть в опасные руины в поисках каменной скрижали которая может быть там лежит так она у меня же так она у меня же уже она у меня уже по моему так хорошо куда идти что добыть какое отношение все это имеет дракона про скажи мне что от меня ты не просто наемника еще и мыслитель может быть ты даже ученый точно ветреный пик видишь ли когда начали ходить история драконах многие отмахивались от этих слухов и мира там уже был невероятного верный признак дурака отметать как невозможное все что не подтверждается его личным опытом но я начал собирать сведения о драконах ищи ответ на вопрос куда они пропали много лет назад и откуда они взялись что от меня требуется узнала некой каменной скрижали которая хранится в храме холодных водопадов на этом драконьим камни говорят есть карта с могильными курганами драконов иди в храм ветреного пика найди эту скрижаль она скорее всего в главном чертоге понеси ее мне до него просто все готово драконий камень из храма ветреного пика как я обожаю скорее мимо чем все эти дуболомы которых мне присылает ярл поговори об этом с ярлом или с его управителем а винич и наверняка кто из них тебе хорошо заплатит конечно отлично задание выполнено интересно чему так радуется ари лет интересно даже ему так радуется ари лет ты нам нужен неподалеку видели дракона ты там тоже понадобишься дракон поразительно где его видели что он делал на твоем месте я бы вела себя посерьезнее если дракону вздумается напасть на вайтран не знаю сумеем ли мы ему помешать пошли так ладно потом мы меч отдадим хотя может и да потом западной дозорной башни и не раздавали один мы должны задать жару расскажи ему то что ты говорил мне про дракона ну да он летел очень быстро я оружие чтобы кто-то двигался нужно вынуть меня из ножен и указать врага что было дальше он напал на дозорную башню нервис мой брат слушает советов провержу савинич и он же повторяет что скажет ему дочка а дочку у него вообще кузнец я думал он тоже сейчас со мной мысли не сейчас дальше мы справимся сами я жду в казарму поешь и отдохни немного ты это заслужил а рилет собери-ка стражников и приведи их сюда стражник так отлично не подведи меня а давайте пошусти церемонии друг мне опять нужна твоя помощь конечно я прошу тебя пойти серии лет и помочь ей в битве с драконом да не вопрос тебе удалось пережить хелген так что у тебя больше опыта в этом деле чем а я не забыл что тебе удалось добыть для фаренгород драконий камень знак моего благоволения я разрешаю тебе приобретать дома в городе и уже отдал соответствующее распоряжение о виниче не вопрос и пожалуйста прими этот дар из моей личной оружейной мой мне бы тоже стоило пойти я очень хочу посмотреть на этого дракона нет вами обоими я рисковать не могу без тебя здесь не обойтись ищи способы как там защитить город от драконов так точно так ладно или я посылаю тебя не на смерти не за славой мне надо знать с чем мы имеем дело не тревожьтесь господин я буду воплощением осторожности так пусть топает я пока сюда сгоняю где-то у меня уже по моему там лишнего полно и братан надо с тобой поговорить ох ее вне города это наверное тот блин семь с половиной над подкопить дом в городе 5000 так давай по быстренько нашего славного год история вайтрана прошло время сегодня вайтран жемчужина с ними без преувеличения может но у их тут всего три три разных уровня как можно заметить равнинный район так зовется потому что он ближе всего как большинство горожан живет в ветреном районе драконий предел занимает самый высокий уровень именуемый облачным район это древняя легенда но она хорошо давным-давно был среди нордов могучий герой олаф одноглазый его звали борьба олафа с драконом закончилась поединком на вершине горы антар олаф с победой вернулся вайтран с тех самых пор это место зовется драконий предел так я хочу передать себе этот меч это должно быть оружие для ярла бедная девочка так старается проявить себя я преподнесу его балгруфу когда он будет настроение спасибо пожалуйста возьмите деньги в награду за услугу ну красота 20 золотых да ты чё с ума сошел конечно все написано в записке какой записки о чем речь так все учета какими-то меня записками засовывают ну-ка чудом за записку мне сунул прочесть записку про это взять копию конторской книги в котелке аркадий о как ладно это все потом это все потом я пока не готов хотя это основное ладно дракон в небе идем валить дракона погнали тихо ты чё застрял без меня уйду валить драконов где-то там взяли ушли уже да то посмотри на не хочу кстати а вот эти я люблю темы об и карта обновлена так так об об ну-ка свали братан дай мне обновить карту лет убить этого дракона да не вопрос вайтран нельзя терять времени все все не теряю помоги арилет давай этого дракона да блин напал на вайтран нельзя терять времени тут и за человек такой все хорошим погнали да вроде я готов дракона убийству блин она вообще свалила что ли не могу понять пипец вот эта скорость у нее я думаю они будут меня ждать покровитель клайти ты ой устал девочка устала так это все конечно хорошо ладно так пойдем налегке окей далеко что ли они там нет сталось немного давай-ка приоденемся у меня ждут до стальная броня конечно так себе надо было продать ее стальной шлем солдата готова ждут меня ребятки пока никаких признаков дракона поблизости но он явно здесь был да похоже дело скверное но мы должны выяснить что произошло и не затаился ли этот дракон где-то поблизости разойдитесь и ищите уцелевших нужно понять чем мы имеем дело так хочу у меня с луком то блин а я чё-то лук по моему профукал где-то стрела секира охотничий боевой топор да у меня нет лука по моему я его продал случайно ну ладно чё будем так вручную забивать эй братан ты где давай-ка сразу западная стражевая башня пойдем посмотрим назад он до сих пор где-то здесь он схватил хроки и тора когда они бросили спешить стражник что здесь произошло где этот дракон быстрее я не знаю они нас кинули вот он возвращается ничего вкусного нету так ну где тут вот он красавчик давай так где ты братуха ведь я не вижу а вон давай давай нет у меня лука я его потерял ах ты ж а я 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 так зелеца дай все меня решил поджарить да а а вот теперь это наш шанс на получил засранец тихо тихо оба давай 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 мне да где там моя леченица ведь и и внед по ч молод тихо от мох ты ж какой ай зараза тихо отвали чуть не помер опять а я я я ну какой ты блин на мастере тонн жесткий на мастере он жесткий давай попробуем еще разок хочу у меня нету до нового деды саундтрек погнал где ты уколечение на единичку у блин да что такое а так цвет какого-то лешего все включил давай иди сюда ух ты какие шары он закатывает а ой беги ой беги тихо 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 так блин хвосту нельзя подходить опасно да свали ладно окей ой какую позицию занимает вечно дайте лук я просто был не готов реально без лука грустным да и тихо 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 предметы зелья да ты да ты чё блин обалдел что ли да и тихо слабоват я чё-то слабоват где ты опять же жарить жарить будет до улетел балбес ладно пока переждём так потихонечку потихонечку подбиваем этого балбеса где ты там нет невыгодное положение вот здесь хорошо когда он здесь приземляется я прям он отвлекается на тех балбесов а я его прям хорошенько но один раз у меня сожрал прям у него чуть-чуть жизни оставался да он меня сожрал гаденыш такой так давай я думаю он должен сейчас подвалить уже сюда где ты ну ай далеко от меня ну ай далеко от меня фиг слишком резкий не ко мне лезешь братан ух ты злой пёс и чё мне к тебе что лети эй ох ты ж козлины а а а эти тут вообще стакаются просто идёт и идёт ну понятное дело чё по сюжетке их тут должно быть какое-то определённое количество вояк чтобы он на них отвлекался а я их рубил о ридгарга смотри чё ныкнулось 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 ай да ну блин как так а у меня уже нет ничего ни лечений ни зелий ничего нет так окей где ты майн начинается поле и достал суши ты достал тусит там да все так допустим я что так как-то подыхать не хочется ай-яй-яй собака тихо 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 давай к разворачивайся иди сюда но я ща помру но это бесполезно на рожон переть это бесполезно блин и нету лука я вообще просто поражаюсь я честно сказать вообще пола поражаюсь вот эту как я мог пропустить этот момент а просто не взять лук гаденыш а ты посмотри какой ты мощная ай-яй-яй-яй зверь ты просто зверь сюда идешь а кого-то сожрал а есть по хвосту зарядить на а виге дурачок по хвосту блин так сожрал и тихо 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 думаешь ты сюда идешь так а если если а где у меня вообще все магия ну разрушение давай пламя искры берем искры так так вот и с умашещий ой 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 да блин где ты пёс так ну немножко осталось немножко так ну чё осталось прям немножко я по чуть-чуть по чуть-чуть но вы скребаю вот таким вот образом но по-другому я не могу сожалению он выносит меня на мастере просто не по-детски осталось прям чуть-чуть у нее блин он сейчас опять давай тихо так дай-ка мне этот хвост тихо 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 ну чуть-чуть осталось так но тихо 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 сожрал опять гаденыш воу-воу-воу-воу-воу не сгореть бы а блин у него осталось жизни прям вообще вот с децл да все нет еще прикалываешься на тебе да что ж ты за дверь то такое нате вот по холосту да детка смысле еще с ума сошел вы блин а у меня нет елы-палы мне еще не хватало только вот еще чтобы вы меня завалили а так ладно тихо 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 новый уровень ща мы вот так сделаем здоровиться и опа у меня все полный это вот лайф лайфхак вам такой берем быстренько троечку и выносим эту тринятина все этом поглотил да вроде не у маги выберите крик да 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 осмотреть дракона длинный лук ну это такая гадость это длинный лук ну давай не буду брать все где чё кто вы чё с ума сошли кто кого вообще валит и кейла а кто кейла ты что ли нет все лежать в откуда все вылазили то можно было бесплатно взять ладно так надо убедиться что этот ящер перерос так кто такой риса и чё то ничего не понимаю ладно бог с ним пусть там разбираются сами между собой тридцать восемь стрел в него загнали а безупречный гранат отлично драконья кость да берем все драконья чешуя конечно золотишко немножко пеховые сапоги то он сожрал кого то шлем страж вайтрана броня страж вайтрана и все и все чё еще то ну да все так ладненько снова вайтран мне надо идти да все все я надеюсь померли сколько можно ты что ли рисат только дай поводы я покажу когти а понятно чуть чуть его это погляди поэтому он и бессмертный я сначала у тебя есть оружие ой деревянный меч так 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 одежка что только нет зелья скума 50 слабое зелья лечение давай заберем корень робочник интересным лунный сахар соль заберем книги баская карта цветы разное камни душ чё только нет всякое барахло да зато я могу ему сплавить чего-нибудь аметис безупречный гранат кольк 167 драконья кость неплохо железный слиток так золотая руда 6 неплохо кожа рожа а чё тебе продать давай-ка я продам тебе вот одежка мне что тут понадавали это мне не интересно забирай кольцо малого удара одноручным одноручным забирай серебряное кольцо забирай с гранатом изумрудом стальную броню собирай всё хватит книги а ладно в принципе можно и отдавать такие вещи указ награде всё давай до свидания да спасибо всё вы ребят это была самая жуткая битва в моей жизни да да нелёгкая была битва но я точно рада что ты с нами возвращайся обратно в айтран и поскорее ярл балгруф захочет узнать о том что тут произошло да не вопрос поскорее так поскорее давай-ка перенесёмся чтобы не тратить на вас послушайте вам уже говорили клянусь и с миром тебе удалось убить дракон куда пришли мы не причиняем никаких хлопот ничего найти ее наши дела меня не волнуют японский городовой что за фигня что я вас не арестовываю что это было я не помню такого но это меня с горы зовут некоторые товарищи кто это переводил а 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 нельзя дышать интересно было посмотреть кто это переводил так ну где-то там не хочешь мне дом подарить так что произошло у башни там был дракон а так тоже блин так сторожевая башня разрушена но мы убили дракона возможно я до вакин так дракон пал от моей руки думаю я заслужил награду давай так знал что могу рассчитывать на эрилет я хочу услышать подробности возможно так 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 когда дракон умер ко мне перешла от него некая энергия правда седобороды действительно призывали тебя седобороды кто таким пути голоса они живут в уединении на склонах глотки мира глотка мира говорят что дракона рожденные обладают великим даром голоса способностью направлять жизненную энергию в ту ум или крик если ты воистину до вакин они смогут научить тебя использовать твой дар седобороды и ты помнишь тот ужасный грохот по дороге вайтран это был голос седоборода что призывал тебя на высоких руках такого не случалось уже по меньшей мере несколько веков конец последний раз призыв получил сам тайбер септим еще в бытность свою талосом отморским кто из вас говорит дураки кронгар не будь так суров с виничей простите и хотел никого обидеть это дело седобороды не наш чтобы не произошло во время убийства дракона тебе что-то открылось и седобороды это услышали если они считают что ты-то вакин кто мы такие чтобы с этим спорить а ты немедленно отправляйся на высоких ротгар когда седобороды зовут медлить не принято это огромная честь знаешь я тебе завидую вновь подняться на 7000 шагу однажды я совершил туда паломничество высоких ротгар очень мирное место очень свободно и от всех три волнения этого мира привал медленно что седобороды и вообще замечаю что тут внизу творится раньше им до нас дела не было неважно отправляйся на высоких ротгар узнай что поведают тебе седобороды далакин твою помощь не забудет мой город и не забуду я так по праву ярла я нарекаю тебя таном вайтрана это величайшая честь которую я могу тебе даровать я назначаю лидию твоим личным хускарлам оружие из моей оружейной будет символом твоего звания я также сообщу страже о твоем новом титуле мы же не хотим чтобы они думали будто ты исчерни верно мы рады видеть тебя среди тонов нашего города давагин за работу провентус нам надо защищать город да мой господин так ну и где это лидия что я должен сделать то я должен сделать поговорить так пока ладно а где лидия йоу я чет не понял а где что-то мне дал то ты мне дал а вот топор владения вайтран денег у меня нет денег у меня нет нет а лидия где где мне тут где все спите что чё это ничего о кошелек с монетами отлично а почему бы и нет и засранец понятно странно что у нее здесь книжек то нету читануть чё-нибудь я ролл а где лидия то охранят тебя боги что тебе нужно так как ты можешь защитить вайтран благодаря толковому планированию и постоянный бдительный ну конечно сейчас мой придворный маг фарингер продолжает изучать способы борьбы с этим ужасом он спит кроме того нам нужны немалые запасы воды чтобы тушить пожары которые ними но самое наше главное оружие доблесть это все что мы можем понятно пока не найдутся отважный наверняка думал что это единственный способ заявить о себе да еще просто потому что мог если ты говоришь о войне генерал ульфрик буревестник сказал бы что я должен поддерживать его поскольку он сражается за независимость скайрима может это и правда возможно наступит день когда мне придется обнажить меч против тех или других пока что он не настал но в легендах драконорожденные герои даваки использовали силу голоса чтобы одолеть врагов скайрима вулфхард был драконорожденным талос основатель империи тоже им был в самых древних сказаниях о временах когда в скайриме еще обитали драконы драконорожденные убивали их и крали их силу если ты не против меня ждет мой город думаешь спать пойдешь ты кто мой долг хранить ярла от всевозможных угроз у людей во власти много врагов да на жизнь ярла покушались многие и многие незадачливые убийцы пали от моего клинка море драконы и убийца братьев бури и это все только физические угрозы каждый день он имеет дело с подобострастными чинушами и бесполезными бюрократами но по крайней мере пока мы с балграфом братья по оружию мы встретились еще в юности и наша дружба закалилась в пламени сражений когда он стал ярлом я настояла на том чтобы стать его телохранителя в боге ну и любопытство почти опасная ясно все с тобой давай давай следи это кухня это не интересно а ты что точно вот она да привет для меня честь служить тебе яру признал что ты имеешь особую ценность для этого владения ты герой титул тана это почетный дар за твою службу если скажешь стражи кем ты являешься они могут закрыть глаза на некоторые вещи отлично я присягаю тебе на верность как своему тону я буду охранять тебя и твое имущество ценой своей жизни ну чтож идем так ну идем я не против я не против так ладно давайте-ка на этом и завершим эту серию миссию убили дракона завалили ну какая мадам тяжело было да на мастере было тяжело если так такие товарищи будут встречаться периодически по пути я думаю вряд ли это был сильный дракон встречаться будут полегче попроще надо будет конечно же и лук себе сварганить чем я наверное и займусь за кадром подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии мы увидимся в следующей серии